Всем привет, друзья! С вами НС и вчера под ночь Вальвы выпустили патч под номером 709. У патча нет названия, но я окрестил его саппорты в шоколаде. И сейчас расскажу, почему. Приступим! Начнем с того, что стоимость курьера теперь не 200 золота, а 50. 50. Курьер почти бесплатный и реально непонятно, почему бы вовсе не сделать его бесплатным, раз уж такие пироги. Я, кстати, уже делал предположение, что рано или поздно так и случится, то есть он станет бесплатным. Думаю, когда-нибудь дождемся, но пока будь добр, выложи 50 монеток. Объективно теперь курьера может купить любой игрок, а не только саппорт. 50 золота погода не делают ни для кэри, ни для мидера. Правда, сократили и начальные деньги на 25. Было 625, теперь 600. Казалось бы, воровство, а нет. Первая баунти руна отныне дает не 100 монет тому, кто ее подобрал, а 40 монет всем игрокам. Иными словами, первая баунти руна теперь дает 200 монеток вместо 100. Как правило, команда берет 2 баунти руны, а значит получает по 80 золота на брата. Стало быть, начальное золото фактически 680, а не 600. Обращаю внимание, что изменение коснулось только первой баунти руны. Руны, появляющиеся со второй минуты, работают как и прежде. Бонус в золоте и опыте получит лишь персонаж, который ее подобрал. Танго вернулся к истокам. Теперь в нем 3 заряда, а цена 90 монет. До вчерашнего дня, напомню, было 5 зарядов за 150. Ну и каждый заряд все так же стоит 30 монет. В общем, вам теперь чуть проще спланировать свои деньги. Нет больше разбивки, 5 или 10 танго. Можно остановиться на 3, можно взять 6, можно 9. В зависимости от героя и линии. Стало быть, купив меньше танго, вы сможете купить больше предметов на статы. Также немного странные изменения. Убрали елку, которая стояла вот здесь. Зачем убрали, кому мешало, непонятно. Но теперь, из-за того, что ее нет, вард на этом пригорке будет несколько более полезен, чем раньше. Тир-1 вышки в центре, немного подвинули ближе к реке. Можете лицезреть на этой картинке, как было и как стало. Не супер важная штука, но все-таки немного облегчает жизнь мидерам. Вышка ближе, значит гангать сложнее, а спасаться напротив проще. Ну и последнее, крайне важное изменение. При убийстве стаков нейтральных крипов, тот, кто их стакал, получает дополнительно 15% золота. То есть, тот, кто фармит, получит те же деньги, что и раньше. А тот, кто стакнул 15% от этого количества. Что дает дополнительную мотивацию стакать лес, если вы саппорт. Однако 15% это все-таки крайне немного. Например, стакнув 5 раз эншентов, вы получите, ну, что-то около 120 монет. За один стак, соответственно, около 20 или 25. Что уж говорить про стаки обычных крипов. Там совсем какие-то незаметные деньги. В общем, я бы не сказал, что это меняет мету. Ставит все с ног на голову. И теперь нужно вместо стояния на линии, без конца бегать по всей карте и стакать лес. Хотя, в стаках определенно чуть больше смысла, чем раньше. Лишняя копеечка, она как бы и не лишняя. Так что, бегая по лесу и не зная, чем заняться, не забывайте о стаках. И команде хорошо, и себе приятно. Тут стоит отметить, что этого бонуса вы не получите в двух случаях. Первый, если лагерь был зафармлен противником. Второй, если вы зафармили его сами. Существует и одна очень странная механика. Дело в том, что когда вы делаете стак на крипах, которые при этом появились, будет баф, сообщающий о том, кто сделал стак и кому отойдут бонусные деньги в случае фарма. Так вот, этот баф можно снять любым диспелом. Например, диспелом Оракла, который снимает баф сразу со всех крипов. И все, никаких бонусных денег вы не получите. Притом, Оракл может быть как из команды противника, так и союзной. Короче, четкая антифишка, брать Оракла и диспелить баф из стаков ваших тиммейтов. Впрочем, я уверен, что это баг. Но это не значит, что его пофиксят. Возможно, он станет фишкой. Подведем итоги. Все изменения в патче направлены на облегчение игры за саппорта. Курьер почти бесплатный, танго покупаются проще. А первая баунтируна дает денежку всей команде. То есть, если вы, играя за саппорта пятой позиции, купите курицу и два варда, а также стак танго и хилку, у вас останется еще 190 монет. Две баунтируны дадут вам 80. И вот вы уже буквально в сотне золота от покупки ботинка. Ну и, конечно, дополнительная денежка от стаков. Это хоть и небольшой, но все-таки буст для саппортов. Кстати, хоть это и может показаться немного странным, и не факт, что Valve вообще об этом думали, но этот патч прилично бьет по инвизорам а-ля Рики и Баунти Хантер. Все кругом стало дешевле, и что это значит? Что даже у саппорта пятой позиции, даже купившего курицу, оба варда и хилы, все равно остаются те самые 190 монет, на которые он легко может приобрести даст прямо на первом уровне. Я, конечно, понимаю, что на каких-нибудь Геральдах даст все равно никто не купит, но на высоких рейтингах обязательно. Ну и Геральдам я тоже желаю не забывать, что даст предмет крайне полезный. Еще один нюанс в том, что герой у нас сложный, теперь будет гораздо сложнее, чем раньше, если он пришел туда один. Дело в том, что у саппортов теперь куда больше денег на старте, а значит разница в начальном закупе, а стало быть и начальных возможностях между саппортом и оффлейнером куда меньше. Вполне вероятно, что на профессиональной сцене и в пабах на высоком рейтинге даже немного поменяется пулу метовых оффлейнеров. Предположу, что чуть более популярны станут герои, способные частично фармить лес, например, Дум, Дарксир или Легионка. Также, вероятно, несколько чаще оффлейнеру на помощь будут отправлять одного из саппортов прямо на старте игры. Патч очень хороший, потому что в нем подняли саппортов, а это моя любимая роль, на которой я сам почти всегда играю. Так что я рад, надеюсь, что и вы тоже. На этом сегодня все, с вами был NS, до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!